В прямом эфире седьмого канала новости в студии Юлия Славинская. Здравствуйте. С 20 января указом президента объявлена частичная мобилизация. Она должна продлиться 210 дней. В первую очередь это означает, что будут демобилизованы те, кто был призван еще в прошлом году. За значимым указом вызначено вопрос о демобилизации, звольнении из військовой службы. Люди, которые были призваны протягом 18 березня по 1 травня 2014 года. Также он отметил, что новая волна мобилизации предполагает службу украинской армии на один год и немного отличается от прошлой мобилизации. Офицер подчеркнул, что мобилизованы не будут сразу направлены. Они будут управлять в зону АТО. Перед этим они пройдут обучение в учебных подразделениях. Я отмечу, что при областном комиссариате на Пироговской 6 с 10 до 5 вечера работает общественная приемная по оказанию правовой помощи. Одесские волонтеры собрали деньги на новую винтовку для украинских снайперов. На замену еще советской СВД купили американскую HS Precision. Обращались к нам военнослужащие нашей 28-й бригады с просьбой помочь, решить проблему. Так у противника появился снайпер, который с 1,5-2 километра работает по нашим. Наша винтовка СВД в самом лучшем состоянии дает километр, реально 800 метров. Вместе с винтовкой военные получат оптический прицел, дальномер и метеокомплекс. Все, что нужно для высокоточной стрельбы. Волонтеры рассказывают, собрать почти 15 тысяч долларов на такой комплект оказалось проще, чем передать его воинскую часть. Все из-за бумажной волокиты. Несмотря на трудности, на следующей неделе винтовку передадут в АТО. Снайпер, которому предназначается новое оружие, уже опробовал его на полигоне. С конца декабря до середины января все длилось. И только вот сейчас, в середине января, удалось наконец-то забрать эти документы, забрать в магазине винтовку. По сравнению с нашей армейской винтовкой, это намного удобнее, лучше и практичнее. Я считаю, будет толк с ней. Сегодня в больнице скончался советник начальника областной милиции, один из активистов Евромайдана Александр Марушевский. Он умер после длительного нахождения в коме. Коллектив 7 канала приносит свои искренние соболезнования родным и близким Александра. Вчера вечером в помещении одного из измаильских отделений Приватбанка произошло возгорание. На место происшествия тут же прибыли спасатели. После того, как сотрудники ГСЧС ликвидировали возгорание и обследовали помещение, а выяснилось, что разбитых окон и внешних повреждений в отделении нет. В результате происшествия никто не пострадал. По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность электрооборудования. Сегодня в Украине отмечается День Соборности. В Одессе по этому поводу состоялось торжественное возложение цветов к памятнику Тараса Шевченко. В нем приняли участие руководство города, священнослужители, общественные движения и жители Одессы. Таким образом, украинцы выразили желание жить в Соборной Украине, где Запад и Восток едины. Главный футбольный клуб города в последнее время терпит серьезные кадровые потери. В СМИ активно обсуждается массовый уход футболистов основного состава Черноморца. Зимой моряков уже покинули Зубейко, Безотосный, Бабко, Ковальчук, Гай, Оржанов и Фомин. А также главный тренер команды Роман Григорчук. Кроме того, в ближайшее время команду могут покинуть Евгений Апанасенко, Михаил Сиваков и Адольф Тейку. На этом пока все. Больше информации в следующем выпуске. Оставайтесь с нами. Будет интересно.